Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Душа хорошая кузнеца сатаны Она ничем не занята Имеется ввиду душевная Вот эта проповедь Сказана им явно была до революции И она ожила сегодня Долбанула нас вот сюда вот Чем занимались? Сколько времени вышло за Слово Божие? Если мы верующим И верим, что Бог пришел На землю и видит свою любовь Почему мы безразличны к тому Что до нас как жили? Я вас прошу быть очень внимательными Кто у нас смотрители здесь? В храме? Поднимите руку Так, смотрите Смотреть надо Во время службы, чтобы по храму не ходили Никаких свечек не зажигали Город Болгар Там где-то около Казани Я не смотрел на карте Служит священник Владимир Головин Очень известный Он все время беседует с людьми И отвечает на вопрос Что дают нам свечи? Он ничего кроме копоти На свечи ни одного места в Писании нету Нету Это выгодно тем, которые их перепродают У них там на варде это полторы тысячи процентов Это все уже Он говорит в храме, при людях Все время К нему отовсюду люди едут Ну слышали такого человека? Да Владимир Головин Город Болгар Он на разные темы беседует А что? А теперь надо мыть А теперь надо А то тем более свечи не восковые Глаукома и прочее Человек катарактой болеет Во время службы вдруг Что-то мне показалось не так Пошел и никто ничего нету Власть это никому не дана Достаточно, что мы свечи признаем Поставил одну свечку Этого достаточно Свеча имеет смысл, когда нет света Светильники горели Много светильников Я не придумываю И вы сами так подумайте Зачем? Пудами покупают Выжигают Тепло, да Тепло есть от свечек Какое-то есть Но они напоминают нам Как Серафим Саровский говорил об этом О чем? О свете, которую мы должны излучать Так это мы и так знаем Поставили одну свечку Смотри От того, что мы сто человек смотрим на одну свечку Она не погаснет Зачем сто свечек для одного человека? Кто бы в храм не пришел Первым делом в кассу Эту нечистую свечу И самые большие беспорядки В церкви проводят те Которые одеты в черное одеяние Бабки Они все время разговаривают Если кто знает, что не так Покажите, в каком храме этого нету Друг к другу повернутся Кто-то идет Священник в алтаре А тут спросить некого Они к ним подходят И она говорит Разговаривают все время между собой Я в Киеве был Там посредине стоит стол Кажется, храм Софии Центральный Сидят, разговаривают Во время литургии Евхаристический канон Я потихоньку сказал Нельзя разговаривать Она мига меня отбрила Оказывается, она монашка Стой, молись За собой смотри Много ты знаешь Все Это сказать нельзя То есть Они вышли из разряда тех Которые должны соблюдать Но можно призвать Призвать Им не свечи нужны, а деньги Батюшка не раз рассказывает Он бывший благочинный Красноярского края Бурдин отец Александр У него своя свеча Толстая Пасковая он поставил Поговорнулся молиться Среди этого мусора Который стоит Это мусор Это не свечи Который говорит Гляжу Говорит Нету ее свечи моей А она как кедр ливанский Я подошел Опять Гляжу Опять она лежит Я опять ее зажег И встал рядом Гляжу Это в черном одеянии Это ходит Она подошла Я стоп ее за руку Ты что делаешь Ну-ка отойди А он такой Как Игорь Видно из себя И она попятилась То есть Вы сначала Примените все Не делайте этого Если ты смотритель Тем более старо стоишь Глядите за порядком Не ходите Перехождение Никаких не надо Надо зажечь вещи Назначенные люди Кто-то придет Я говорю Я знаю Кто это делает Я ему уже не друг Он меня рассматривает Как врага Есть устав Определенный И мы должны Этот устав соблюдать Устава не будет Вот Алексей Устинов Он неоднократно Об этом говорит Устав главный Это главное Устав Устава нет Я что ты Что ты ко мне лезешь Устав И по уставу Теперь смотри А почему он нарушает Два-три брата Сейчас вот Пойдите Зайдите Скажите Брат дорогой Тебя не было Чего с тобой Я спрашиваю Кто знает А вы идите Спросите Ответ очень правильный Что меня спрашиваете Я спрашиваю Близких людей Некогда Повторите для себя Только один раз За 1600 лет 40 составителей Библии Движимые Духом Святым Один раз записали Я применил к себе это А было у меня так Чтобы есть некогда Потому что Столько народу Не было Да Я не мог позавтракать Людей было много Ну подошло маленько Сейчас полтора И опять поел Эти не могли За целый день отойти Так что времени Не было у них Некогда Повторяю один раз Ты можешь это сказать Но сначала добейся То чтобы В эту графу попасть В этот стих Слово сказать Владимира Головина Я с ним не знакомый И у него берут интервью Вы тоже можете запомнить И берет женщина В платочке одета И улыбка у нее И видно что Не со зла Обычно берут интервью Как подковырнуть Кто видел как берет она И говорит Отец Владимир А к вам не приходит Вот это Ну превозношение Там Гордость Что столько людей С других городов К вам приезжают Он говорит Нет Понимаете Ответ Нет Ну я грешный Супер грешный Архи грешный Самый грешный Все спасутся Один я в аду буду Вот Это по православному Отопимен Где у него речь Где он что Вот смотрите Мне очень нравится Как говорит Осипов Алексей Ильич И его Показано Как он говорит Это уже ролик Составлен Дальше Иларион Митрополит Толфеев Мне это нравится Конечно Патриарх Когда говорит Человека четыре Он где-то Помянул Кажется Андрея Кураева Но Я скажу вам Я еще одного человека Знаю Очень горячий И вот говорит По Библии Каждое место Писания Глава стих Да у меня Ничего этого Ничего Я дубу гордился И дальше Называют меня По имени Фамилии Я не ожидал Мне просто Подсунули Этот ролик Значит Он смотрит Или ему говорили Иначе Он с таким Пиететом Не говорил Значит Мы говорим Мы где-то Выступаем Даем свой материал Люди смотрят И какие люди Люди-то Не нам Счета смотрят И поэтому А что вы снимаете А потому что Интересно Мне пишут С разных мест Говорят Мы пытались Образовать Общину Община главная Не получилось Мы начали строить Ну что спрашивают А вот он стоит Игорь Валентинович Где там Строили-то Кто там был у вас Где ты вначале Тут был Там строил Там строил В 45-го Нет А В 45-го В 45-го Амутовский И кто там Главный был Как Главный Это кто Зачинщик Скрипачев Павел А вот Галенко Он фотокорреспондент МВД Алтайского края В УВД края И он как-то Приезжал сюда Говорит Я давно Наблюдал Вначале На Алтае Стали Восстанавливать Два поселения Но одно город развалилось У них главного не было Веры И это не где-то Говорит А статья там Какую-то премию Взяла Восстанкина Чуть ли не первую За нами следят Очень внимательно Говорит Кесарь наблюдает За Иерусалимом Помните Иуда Бен Гур За нами смотрят И поэтому Самое маленькое Что мы делаем Как дорогу восстанавливать Пруды Это инфраструктура Конечно Между собой Как конфликты устранять Поэтому мы показываем Самое незначительное Где-то А люди Через это Ушатся А как у вас Время хватает Я ни разу Слово Некогда Не сказал Почему Бог дал 24 часа Ты там Можешь Пилить Ночное время Что-то делать Вы знаете Элизарова Костник Который Шины Такие делает Натягивает И он Говорит Он спал Не больше Трех часов А как Ну днем Я преподаю В университете Профессор Там где-то Еще что-то Принимаю больных А вечером Когда уже Спать охота А в это время Я захожу В своей Слесарной мастерской Там винты Эти кручу Я точно так же Делал Как ночь Я переплетом Занимаюсь Включу магнитофон Сам слушаю И Библию Поэтому прослушать От корки До корки Сколько нужно 96 часов Даже 100 Нету 100 нету И теперь подели На все время Годовое Тебя получится По 20 минут В день И Библия От корки До корки Я насчитывал Поэтому я знаю Минуты сколько есть Архипелаг ГУЛАГ Там Около 70 В этом Вот сегодня вышли Вот это Главная мысль Некогда Истребить ее Никогда не говорить Ты занят У меня горит Буквально Все пропадает Вот я скажу Самый У кого времени нет Игорь Александрович Барабаш Ну и ты можешь Написать на картоночке Хотя бы один стих Обклей его скотчем Потому что у тебя Пыль где-то Разворачивался Пока перегружаются Где-то раз Просчитал для памяти А теперь не размышляй Тебе же не сказано Что именно Листать Сидеть Библию По метке выписывать Но размышлять О божественном Это кончится А какой я урожай приношу А какая непогода Остановила Духовный подвиг мой Тут понятно От нас не зависит Мы только молимся Господи Дай ему урожай убрать А духовный Это урожай Тут непогода Тебя ближайшая Не понимают Расстраивают Плохо спал И дальше все остальное Вот от этого урожая От этого снега Перейди на духовное И тогда ты увидишь Тебе некогда Пустотой заниматься Подглядывать за кем-то Время будет Для размышления Вот эти занятия Которые здесь идут Вы их не оставляете Ни под каким видом Я сегодня буду давать Завещание открыто И попрошу записать Придите с бумагой С карандашом И трех человек Хотел попросить Чтобы ко мне сегодня Где-то зашли Это Роман Виктор И наверное Исааки О голубях Показать что и как Их выпускать нельзя Вчера Игорь мне звонит Глушков и говорит А где голуби Я говорю Я с одной голубят Не то высоко Я всех перетащил сюда А тут три лезть Если подняться И закрыл Ястреб говорит Прямо Баражирует Рядом летает Ему есть нечего Улетели птицы Вы прячьте куриц Он может кинуться на собаку Ему есть надо И пускать голубей не надо Они закрыты Я прошу Сохранить их И друг друга Иногда спрашиваете Скажи ты Как-то назначаете Ходить каждый день Зашел Я сделал высокое корыто Где есть На земле нету Этого Высоко Чтобы сохранить Мыши там не попадают Никак У кого есть лишний Криолин Нету, да? Раньше его ведрами Здесь таскали А сейчас Бутылёк вот такой Купил Сколько он стоит? Ну я вам нашел Полулитровый За 240 рублей А там 100 граммовых По 70 По напёрстку Видите как изменилось Вы сейчас ехал второй раз Четыре или пять Четыре По-моему эти Пошёл В ветеринарном аптеке Один нашёл только Один маленький У меня есть Ну да Нету Я вам дам Потому что я потом куплю Главное, что там где Ну налить Маленькое, говорит На ватку Ну а ватку положить Там Селлофан маленький Где-то Надежда Васильевна Говорит Мы же вообще не лезут Боятся В день Когда ты покидаешь комнату Раз положил А иначе Они делают себе Гнёзда из этих Из матрасов Из наших Мы это наверное Во вторник рано утром Разложим Побрызгаем Вот Слово некогда Что сегодня ты взяла Некогда Не говори, что мне некогда Зайдите сегодня И мы вместе слазим На какое время После занятий Можем просто пройти Я покажу как Самый опасный момент Когда Застывает И снега нет Поэтому С кипятком туда приходить Чайники Палить Потому что Аначе они просто Погибнут в один день А там Мы поставили тазики Снега Дал им Вот так